Кто-то хочет проехать. Наверное, скорая. Против трактора ничего. Да, это скорая. Кому-то плохо. Слава Богу, пока не мне. Это я тут около дровца молодежи. Вон дровец. И вот тут прогуливающий. Мне бы в моем ужасном состоянии не гулять, но не судьба. Придется гулять. Посмотрела я по программе Яндекс. По Яндексу. Вон какие пробища. Что раньше всех придет трамвай. Думаю, ну ладно. Пойду на трамвай. Ну, как бы. Пойду, думаю, к вечному огню прогуляюсь. Тут где-то вечный огонь. Чистят, в общем-то. Но снег, слушайте, продолжает идти. Вон какие снежные занусы. Ну, сколько транспорта. И трактор тоже. Да, чуть-чуть транспорта много. Очень много. Вон там. Практически пустая трамвайная остановка. Почему-то она очень невостребованная. Все на автобусной стоят. А на трамвайной мало кто. Вот один человек там, вижу, стоит. Ладно. В общем, я тоже на ней потом постою. Повторяю, посмотрю. Кстати, вот. К остановке-то не так просто пробраться через снег. Так что надо будет. В общем, думаю. А нет, вот тут есть выход. Умные люди выход сделали. К остановке. Ну, вот. Я тут гуляю. Гулять полезно. Даже при пневмонии надо гулять. Некоторые у нас вот дома сидят. Вот сколько снега. Видите, все замело. Медленно ползу к вечному огню. Ну, схожу, посмотрю, но вечный огонь. Ладно. Какая у нас достопримечательность. Вон дровец молодежи и вечный огонь. Вот он. Горит. Красиво. Вообще-то проспекты Тищева красиво сделали. Начиная от вечного огня и туда. К нам на вис. Норода нет. Сделать фото, что ли. Парочка, фоточка. Так вот, раз. Видите? Норода никого. Это означает, что когда ты умрешь, рядом с тобой никого не будет. Только ты и Бог. Поэтому, товарищи, как там написано? Торопись примириться с Богом. Потому что вот эта толпа останется. Останешься ты и Бог. Вот красота. Дошла все-таки до вечного огня, наконец-то. Газ горит. Ох, тепленько. В виде звездочки. Так. Спасибо.